Когда там вышел Team Fortress 2 в 2007 году? А эта игра до сих пор интересна подавляющему количеству людей. И если судить только по статистике, ну, это потрясающий показатель. Но всё-таки есть геймеры, которым эта игра надоела. И они теперь вместо того, чтобы с пацанами залететь на одну-две катули, отправляются, представьте себе, в доты и кэски. Фу, или того хуже в Балдергейтс 3. Ой-ой-ой, смотрите, кто забакился, кто пишет комментарий. Да ладно, я сам из этих. Гей. Так о чём это я? Собственно, для таких людей, которые устали АТФ, но всем сердцем её любят, данный видеоролик. Давайте, друзья, сегодня посмотрим на фанатские поделки ПТФки. И начнём с Диммейка Team Fortress 2. И уже, ребята, в 3D-шном стиле. Здесь у нас диммейкнутая карта Форд, а мы играем за вот такого скаута. Собственно, это всё из интересного. Понятное дело, что Форд перенесён один в один, только графа стала похуже. И, к сожалению, постреляться на ней нельзя. Онлайна нет, ботов нет, так что херачьте в стенку. Игра исключительно про побегать, испортить зрение и всё. Подобная история, знаете, ещё где? В хоррорах. Ну, потому что там темно. Есть вот такая фанатская поделка под названием Admin's Hell. В данном случае перед нами переосмысление игры Пакмэн. Но теперь мы бегаем раз от первого лица, и два перед нами хоррор, в котором за нами постоянно следует один из трёх изуродованных персов ТФа. Сумасшедший медик, инженер, который долбанулся и превратил себя в робота. Ну и последний, пиро, пайро, как вам будет удобнее, всё зависит от вашего уровня английского, с такой ужасающей улыбкой. Нам же, как уже было сказано ранее, надо всего-то не попасться им и собрать попутно все портфельчики, которые разбросаны на уровне. Проблема здесь заключается в том, что в какую-то секунду враги начинают ставить ловушки вокруг и вообще выпрыгивать из-за углов. И если первое, ну ладно, пофигу как будто, то вот второе, лично для меня, это причина нахрен удалить игру и больше в неё не заходить. Дальше в нашем списке файтинг. Наконец-таки герои ТФ смогут надрать друг другу лицо один на один в классическом виде сбоку. И честно, такое ощущение, что перед нами подобие Мугена или это он и есть. Вот только нетипично для него, что тут есть 3D-шные персы из ТФ. Целых две штуки, хэви и пиро. Притом последний почему-то постоянно красный. Остальные это просто пиксельные болванчики, некоторые из которых максимально странно выглядят. Например, медик постоянно тянет руку вверх. Хотя, если вспомнить лор и инфу про то, что он является немцем, становится вполне всё понятно. В остальном же, ну, есть герои, у каждого свои фишки, например, у шпиона ТП за спину, суперудары есть, секретные оружки какие-то, допустим, дробовику хэви. Главное вызвать текстовый документ, где описывается, как кто сражается, но это уже другая история. Да и, наверное, это всё не совсем нужно, ведь есть имбалансные персы, по типу того же инженера, который может держать любого героя на дистанции, используя своё оружие. Хотя, в целом, интересная попытка перенести шутер в мир файтинга, по крайней мере, в это можно залипнуть, в сравнении с этим. Что будет, если скрестить души и ТФ? Получится подобная шняга. Как вы уже поняли, мы играем за подрывника с мечом на кладбище, а нашим главным врагом становится большой подрывник. Тау-мига. Который единственное, что может, это наехать на нас с пузом. Собственно, конец. Да, это вся игра. Удивлены, что даже элементарно подраться нельзя? Да просто потому, что удара нет в игре. Как же мне плохо. Перед нами, скажем так, концепт. Той игры, которую хочет создать разраб. С алкогольным хилом, кувырками и спринтом. Иная же ситуация с визуальными новеллами. Их полно и с разнообразным сюжетом. Начиная от симулятора свиданий, заканчивая обычной историей. Но вас, я уверен, заинтересует это. Ребят, пожалуйста, не спамьте эротическими картинками. Моя мама проверяет мой телефон. Возможно, даже кто-то из вас ставит себе этих накачанных персов и стэфки на аватарку. Но мало кто знает, что такие картинки связаны с, назовем это, субкультурой под названием МГЕ-братья. По сути своей, такие ребята просто херачат определенные карты один на один в Team Fortress. Если более простым языком, знайте, в доте бегают на СМХ один на один. Так вот, там это гули и дэнсайды. Тут накачанные мужики. Ну а пока вы обрабатываете эту информацию, предлагаю немного передохнуть на Эпик Дроп. Огромное количество кейсов с хорошей подборкой дропа. И прямо сейчас на сайте идет операция Road to Knife. Причем пропуск в него халявный, если перейдете по моей ссылке. Считай, экономия 600 рублей. А там на 15 уровне вы получаете или перчатки, или тайное ВП. Кроме этой операции, на сайте имеется мини-игра с диффузом бомбы, где от вас требуется угадать нужные провода и не взорваться. Если получится, то вас ждут призы. Также на Эпик Дроп появилось 19 новых кейсов, открывая которые, пользователь сможет получить призы и очки, с которыми появляется шанс попасть в соответствующие топы. По старинке оставляю вам промокод на экране, который даст дополнительную попытку в мини-игре, а также процент к пополнению. Все ссылки в описании. А мы возвращаемся к ролику. Так про что же данная визуальная новелла? Весь сюжет пересказывать не буду, пойдем только по основному. Главный герой МГЕ-брат и смысл его жизни качаться в зале. И однажды до него докопались анимешники. Одна из них насмехалась над тем, какой он крутой и накачанный, поэтому МГЕ-брат кинул в нее штангу, а та померла. И он присел на 6 лет. Тимоха, че ты творишь нахуй? А когда вышел, уже не смог найти свое место в жизни. На работу не брали даже грузчиком, понимаете? И вот, наш герой решил найти подобных ему МГЕ-братев. И они уже вместе придумали себе цель. Надрать зад анимешникам. И вообще, истребить их. И в определенный момент сюжета у них все заходит так далеко, что наш главный герой даже пробирается в их логово, переодевшись в Dead Insider. В общем, максимально забавные штукенция на разок. К сожалению, история не закончена и обрывается на самом интересном месте. На финале истории. Да и не было вот этого победного похода в джим, так что попрошу разраба закончить работу. Мне интересно, че там будет дальше. А теперь, друзья, задержите дыхание. Сэндвич Мейкер. Вот, вот это я понимаю, игра года. Не то, что ваши Балдергейтс и Старфилды. Сэндвич Мейкер в массы, ребята. Суть данной игры максимально проста. Сделать большой сэндвич. Сверху летают ингредиенты, а мы их опускаем нажатием одной кнопки. Получается этакая пирамидка. Главная же фишка игры заключается в том, что здесь напрочь сломанная физика. Ну, правда, я даже не говорю про то, что промахнуться ингредиентом невозможно. Ну, ладно, возможно, просто это очень сложно. Циммис тут в том, что к финальной стадии, а вообще играть можно до бесконечности, вы будете удивляться, почему сэндвич до сих пор не развалился. Это что за херня? И пока вы размышляете над тщетностью бытия, смотря на данную игрушечку, я покажу вам уточек. Тут, собственно, как и сэндвичем. У нас есть мини-игра, только в отличие от прошлой, теперь нам надо удержать как можно больше ТФ-ных уточек на платформе, что достаточно сложно. Поэтому не удивляйтесь, что они постоянно будут падать. Вообще, если бы такая штукенция появилась в далеком 2011-12 году на телефонах, то она, несомненно, стала бы популярной. Как знаете, очередная времяубивалка по типу у Фрут Ниндзи той же. А вот знаете, что не стало бы популярным? Эээ, вот это игра про скаута с шапкой с сосиской на мопеде. Где наша главная цель попасть в аварию, а еще точнее нужно упасть как можно жестче, дабы получить максимум очков. Причем игра учитывает все наши повреждения. Где именно? Плечо, колено, голова. Короче, дикость, но ладно, веселая, че уж греха таить. Плюс игра предлагает микрозадания из разряда наберите очков, попадите туда, ты и все в этом духе. Единственное, чего не хватает здесь, ну, наверное, возможности делать какие-нибудь трюки. Или как-то по-необычному спрыгивать с мопеда. Вот такие игры делают, но не подумайте, что фанатское сообщество сосредоточено исключительно на упоротом трэша. Иногда они выдают кое-что действительно милое. В апреле 2020 года нас покинул Рик Мэй, голос солдата в Team Fortress 2. Все из-за осложнений COVID-19. Знаете, комьюнити очень близко к сердцу приняло это событие. Я не говорю только про посты и арты. Люди объединялись на серверах, чтобы сделать нечто подобное. Ну и естественно, Valve не могла не заметить это и объявила, что весь май будет проходить трибют Мэйу. На официальных картах поставили статую солдата с надписью Рик Мэй. Его года жизни и приписка. Эта кампания запомнится нам надолго, сынок. И вот в то время один из фанатов сделал игру про буйство солдата из-за COVID-19. Вообще, автор говорит о том, что изначально планировал другой проект, где главным героем будет мисс Поллинг, но после события решил поменять полностью концепт. Так вот, мы играем, естественно, за солдата. И вначале видим фотографию Рика Мэй. А сами отправляемся после чуть дальше сражаться с пришельцами, которые, как я понимаю, скорее играют роль вируса COVID-19 тут. И, ну, мы просто бегаем и уничтожаем их. Причем этому не от конца. Так и появилась игра, в которую может зайти любой фанат F2 и отвести душу. Посредством надавания пиздов вирусу. Да, чё-то так грустно. Ну, после такого, наверное, лучше продолжить какой-нибудь релакс игре. Вот такая, допустим. Здесь мы играем за Хэви, а точнее за его руку и собираем крабиков. Сложность заключается в том, что нужно хватать их именно за попку. Иначе те могут своими клешнями сделать неприятно нашему здравяку. Одна карта, восемь крабиков, один таймер. Собственно, это всё о данной игре. Дальше у нас идёт кое-что реально олдскульное, по типу Гангаррисона. Но о нём мы уже говорили в одном ролике. Так вот, помните аркадные битэмап игры, а-ля Черепашки-ниндзя? Тут то же самое. Мы просто выбираем одного из персов Team Fortress и сражаемся. У каждого свои фишки, оружие, количество ХП. Каждый герой уникален. Да и сама суть игры перенесена вполне неплохо. Туда же есть задания, где мы должны сопровождать груз. Который, правда, в конце просто-напросто взрывается. Но не суть. И естественно, так как у нас аркадный Team Fortress, в эту игрушечку можно бегать с друзьями в коопе. Так что, если вам надоел обычный Team Fortress, то почему бы не залететь сюда? А знаете, где ещё можно поиграть в онлайне? В телефонной версии TF? Ну, как бы, да, вообще, да. Умельцы умудрились сделать Android-порт TF-ки. И теперь можно поиграть там, разве что потребуется скачать АПК-файл. Понятное дело, это урезанные версии, там много чего недоступны или переделаны как-то. Но какие-то основные плюшки по типу Рокет Джампа на месте. Да и вообще, я говорил не про мобильный TF, а про Роблокс. Не, ну а что вы ещё ожидали? Тут, в отличие от того, что я вам рассказал выше, даже выискивать ничего не пришлось. Просто вписал Team Fortress в поиск и получил огромное количество плейсов на любой вкус. Есть даже, скажем так, адаптации, где сразу несколько классов смешаны в один, дабы получить что-то новое. Где-то же пытались идеально скопировать Team Fortress, а где-то, ну, основы есть, в принципе, этого достаточно. Причём везде учитываются какие-то мелкие детали, а-ля разгон пулемёта Хэви, маскировка шпиона, двойной прыжок скаута, те же самые пресловутые Рокет Джампы. Это тот же самый Team Fortress, просто в несколько дурачливой форме. Конечно, МГЕ-братья высшего разряда вряд ли от такого приколдесса получат удовольствие, но остальные вполне. Хотя и для этих красавчиков у меня кое-что есть. Вы же 100% ненавидите анимешников и реальный мир, в котором они существуют. Так вот, есть предложение, что если полностью погрузиться в мир Team Fortress с помощью виртуальной реальности и начать жёстко прокачиваться на МГЕ-картах, а? Звучит же? Согласен полностью. Вот только сначала накопите на шлем виртуальной реальности, а пока что играйте в Роблокс. У-у-у!